Артём, первый матч в стартовом составе Крэльфа. Ты сыграл Санжи. Как сам оценишь свой дебёт? Во-первых, рад, конечно, что сыграл в стартовом составе. Рад помогать команде. Всегда есть куда расти. Я считаю, что сыграл на троечку. Всегда можно лучше играть. Я знаю, что я могу лучше. Насколько ты вообще самокритичен? Как долго отходишь после игр и пересматриваешь ли свои игры? Да, игры обязательно смотрю. Смотрю на ошибки, на хорошие моменты. Отхожу недолго, потому что нужно забывать уже игры и готовиться к следующим. А насчёт самокритики, то достаточно самокритично я к себе отношусь. Поэтому жёстко, к себе требования жёсткие. В Крыльях сейчас довольно-таки серьёзный состав. И на каждую позицию такая значительная конкуренция. Как ты относишься к конкуренции? Да, конкуренция всегда хорошо. Ты прибавляешь с каждой тренировкой, с каждой игрой. И я считаю, что конкуренция должна быть в каждой команде. В Крыльев Советов ты перешёл на правах аренды. Какие три главные цели ты ставишь для себя, которые ты должен достичь за эти три месяца, что ты будешь играть за Крыльев Советов? Ну, во-первых, вырасти как футболист, прибавить. Я думаю, каждый футболист хочет прибавить в мастерстве. И это главная задача — получить больше игровой практики и помочь команде, конечно, остаться в премьер-лиге. В Самаре пока лежит снег, но весна уже пришла. Удалось ли тебе прогуляться по городу и где тебя чаще всего можно встретить? Потому что я читал то, что ты очень любишь кино, может быть, в кинотеатрах больше всего пропадаешь? Да, на самом деле сейчас практически никуда не ходил. Один раз ребята мы ходили в кино на Капитан Марвел. И так всё, вот были выходные. Сейчас вот после выходных приехал, посмотрим, может быть, куда-нибудь схожу прогуляться. Ну, в целом, то есть у тебя впечатления от города какого-то нет сейчас пока что? Пока впечатления нет, но слышал, что ребята говорят, что хороший город, есть куда сходить. Ты наверняка уже побывал на многих новых российских стадионах. Вот чем Самара-арена отличается от остальных? Чем отличается? Я могу сказать, что болельщики отличаются. То есть я видел много стадионов, где не такие заполненные трибуны. Я удивился, что в такую погоду, в холод, достаточно много болельщиков пришло. А насчёт стадиона, ну, стадион хороший, красивый. Не знаю, что ещё сказать. В Спартаке ты работал с двумя иностранными тренерами. Это Масима Карера и Мурат Якин. А в Карелиях ты сейчас работаешь под руководством Мядрага Божевича. Вот можешь назвать пять главных отличий иностранных специалистов от российских, потому что тебе довелось уже под руководством многих тренеров поработать? Русские на русском говорят, иностранцы на своём языке. Это первое отличие. Ну, менталитет разный. Каждый по-разному относится. У каждого своё видение футбола. Если сравнивать, допустим, Мядрага Божевича и, ну, Кареру того же, ну, они оба хорошие тренеры. Ну, как-то, когда по-русски говорит, как-то, ну, чётче доходит до тебя, чем через переводчика. В принципе, всё, наверное. Роман Зобнин – один из твоих друзей, один из тех игроков, про кого, наверное, ни у кого не перенётся язык сказать что-то плохое. Вот что ты у него берёшь как у человека и как у футболиста, тем более, что он играет на той же позиции, что и ты? Человек, да, он хороший. То есть у нас хорошие отношения с ним. Но он добрый человек, очень добрый. И всегда поможет тебе, если нужна какая-то помощь, не отвернётся. Я считаю, что это его главное качество. Он открытый человек. На футбольном поле, на самом деле, он очень спокойный игрок и взвешенно принимает решения. И этому можно поучиться у него. – Есть у тебя какая-то история, связанная с романом? Или, может быть, тебе что-то рассказывали о том, что, может быть, кто-то не знает, но такое было? Что-то вот, что характеризует его как именно человека, может быть? – Да я не знаю. Надо вспоминать историю, так сидеть. Так на ум ничего не приходит. – Ты несколько раз восстанавливался от серьёзных травм. Скажи, вот каково это игроку так долго проходить восстановление, реабилитацию? И что в такие моменты очень важно? Для футболиста действительно ли многочисленные видеообращения коллег и болельщиков, которые посылают в адрес тех, кто переживает от реабилитации, действительно они так важны? – На самом деле, это очень тяжёлый период, когда все играют, а ты не можешь играть. Насчёт видео поздравлений – да, на самом деле, это поддерживает тебя, поднимает тебе дух. Тебе хочется быстрее вернуться и быстрее показать всем, что ты готов, что ты можешь играть. Это действительно помогает. А насчёт травмы – это очень тяжёлые периоды. Самое главное – дисциплина. Всегда придерживаться дисциплины. Если чуть слабинку дашь, то всё, к лучшему это точно не будет. Поэтому вот я восстанавливался от крестов последний раз. Первый официально я сыграл через восемь месяцев, и все эти восемь месяцев я старался дисциплинированно ко всему подходить. К каждому упражнению, каждому за питанием следить – это очень важно. Потому что за восемь месяцев можно вес набрать, и для колена это вообще не очень хорошо будет. – А как психологически не сломаться в такой момент? – Да, на самом деле, мы все профессионалы, все понимаем, что нужно это. И ты стараешься, держишься. Как бы тебе плохо не было, но ты понимаешь, в голове прокручиваешь, что нужно, нужно, надо, 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 надо. И стараешься держаться. Понятно, что тяжело, но держаться нужно. – Ты говорил, что, по твоему мнению, лучший опорный полузащитник мира – это Хави. А можешь назвать трёх лучших опорных полузащитников российской премьер-лиги в этом сезоне? – В этом сезоне Зобнил. Парадес – хороший опорный полузащитник, хороший игрок, но он сейчас перешёл. И Фернандо, пусть будет Фернандо. – Все игроки Крыльев говорят сейчас о том, что каждый матч на вес золота для Крыльев, но, в принципе, как и для любого команды из нижней части турнира таблицы. Но, тем не менее, сейчас вот такой непростой отрезок из трёх игр за девять дней – это Оренбург, Краснодар, Арсенал. Можно сказать, что именно вот на этом отрезке для Крыльев решится очень многое, и это будет очень непросто. – Понятное дело, что будет непросто. Простых матчей вообще не бывает. На каком бы месте команда ни находилась, на последнем или на первом, простых матчей не будет – это 100%. То, что этот отрезок очень важный, да, очень важный, и будет видно дальше, где мы окажемся – либо наверху, либо внизу. Поэтому нужно в каждой игре постараться выходить, играть на победу и забирать очки, кто бы там ни был – Краснодар или Тула, Аренбург. – Заключительный вопрос. Вот нынешние крылья Советов, вот в твоём понимании, какие они? Что ты можешь рассказать вообще о команде? – На самом деле, команда хорошая, атмосфера просто супер. Я когда приходил, честно, не ожидал, что будет так. Мне здесь всё очень нравится, все профессионалы своего дела, все относятся со всей серьёзностью к своей работе. И атмосфера, ещё раз повторюсь, очень хорошая здесь. Мне очень нравится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА